Взять. Видео. Картошка высрала, я его сразу говорю. Заткни, ебало, блядь. Не смотрел. Пока что. Давайте глянем, блядь, его. Ну давай, рассказывай. А эту хуйню убрать можно? Так. Так. Ебать, аномалия, нахуй. Сталкер. Мирный. Так, сразу претензия. У меня практически никогда нет претензий к картофельным видосам. Ну, я не говорю о тексте. Текст там ебаный шизоид пишут, я имею в виду видеоряд. Но что-то... Сейчас, 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 сейчас. Ну, шрифт-то вообще хуйня, пиздец, пацаны, вы что, блядь? Ну, шрифт вообще нищенский, блядь. Ну, чё это такое, блядь? Как будто бы я сам лично в пейнте это рисовал, блядь. Но он совсем какой-то, блядь, ну, такой. Мы не знали, к чему их готовить. У них были всевозможные приб... Я буду ставить на паузу. Этот режим вроде бы выходил два или три раза. Я не помню, честно, сколько. Я в него играл вот два раза. Два раза на час меня хватало. Я ни разу не играл взводом, я играл соло. Вот он безумно, блядь, красивый этот режим. Просто до безумия. Но, блядь, он такой бестолковый. Может, я просто не разнюхал его, я хуй знает. Может, я просто не разнюхал его. Потому что я знаю, что у Мирного, блядь, ну, просто миллиарды, блядь, фанатов, нахуй. И все, блядь, хотят этот режим. Но, хуй знает, по картинке он просто... Ну, как там с деньгами? По картинке он просто десять из десяти, блядь. Но, по сути, я чё-то вообще его, нахуй, не понял. Да. Привет, генерал. Сегодня защищал проект по итогу стажировки в местной IT-компании. О-о-о, я надеюсь, ты поднимешь это с колен, родной. Мы всем чатом ждем. Я тебе говорю, я и 3-300 человек в чате. Вот мы ждем, блядь. Сказали, что мы хорошо справились. Жду решения по трудоустройству. Родной, я надеюсь, ты станешь самым великим. Самым великим, блядь, айтишником. Но я не знаю, откуда ты из Беларуси, там, из Украины, из России, я не знаю. То есть ты из России, я лично тебя жду. Я надеюсь, что ты станешь самым великим, блядь, айтишником в России, блядь. Самым великим, нахуй. Вот. Мы все ждем этого, блядь. Потому что, ну, хватит. Надо, нахуй, делать красиво, блядь. Боронаблюдение. Противорадиационная защита. Так. И надежда. Надежда на то, что это поможет. Базар. Не помогло ничего. Не понял, блядь. Я не понимала, кто сходит с ума. Я сама. Члены группы. Блядь, но видосы атмосферные у Картошки пиздец. Жалко то, что игра сученый пидорский кусок говнища, блядь. И все это проклятое место. Пацаны, аномалия. Когда все началось, они изучали и забирали образцы Мириума. Блядь, насколько. Только жалко, что в режиме вот так не будет. Но, сука, конечно, блядь, ну годно. Годно. У них даже обучение какое графонистое, блядь. Вот у них обучение, пиздец. Будем, кстати, выйдет патч, я буду обучение еще раз проходить из-за графона. Вот выглядит просто шикарно, картинка, пиздец. Очень, ну, блядь, вообще 10 из 10. Жалкая игра, говно. Но Мириум забрал их. Где атмосферно, Павлз, вот это не атмосферно выглядит, хочешь сказать? С этого все началось. Ты кто, блядь? Пройдите путь научной группы, посланный в мирный 13. Посланный нахуй. С героями 12-го сезона. Героя. Боевого пропуска. Вот он, Фохт. Понял. Средливый биолог и физик. Ведет дневник. Сделал... Это сивбушами, блядь, пацаны. Я понял. Лабораторию на гусеницах. Лабораторию сделал. Проект Панцер Е100. Прогресс. Прогресс есть. Добавлен очень хороший оттенок зеленого. Осталось хорошенько уебать. Ну, я имею ввиду стакашку водочки. И убрать ебаные блевотные коричнево-песочные цвета. Варгейминг на треть справился. Стало получаться. Ебланы из Варгейминга поняли, что существуют другие цвета, кроме ебаных желтых, песочных, ублюдочных, коричневых. Они наконец-то поняли. Я хуй знает, какое у них заболевание. Вот. Но я знаю, что это посмотрит додик из Варгейминга. Еще раз. У меня к художникам вопросов нет. У меня вопросы к тому дебилу, который дает техническое задание. Так вот, дебил, который дает техническое задание. Скажи, у тебя мир весь, блядь, в песочных цветах? Или что, блядь? Ну, может, пора другие цвета открыть? Там, синий, зеленый, черный, голубой, розовый, нахуй, красный, бордовый, любой, блядь. Только не песочный, блядь, и не коричневый, нахуй. Мария Ласточкина. Так. Найдет дорогу где угодно и вытащит группу, хоть из другого измерения. Все найдет, все найдет. Объект 140. Так, объект 140. Ну, это такой, знаете, как марганцовка, ебать. Так, ну, это же... Давайте честно, давайте назовем этот цвет фиолетовым. Да, хотя это что-то такое... Марганцовка, фиолетовый, синий, индига, блядь, и все остальное. Я дальтоник, я честно скажу, да? Сочетание желтого и фиолетового охуенное. Охуенное. У левши мог быть, кстати, камуфляж. На битве блогеров. Как раз-таки желто-фиолетовый. Но Юша у него снова фиолетовый спиздил. И фиолетовый с желтым великолепное сочетание. Но желтый все равно заебал. Я ненавижу желтый цвет. Самый худший цвет на планете это желтый, блядь. Ненавижу, блядь, этот цвет ублюдочный. Сочетание хоррор. Кстати, а он же не такого цвета был на тесте, да? Фиолетового там не было, блядь. Но надо заканчивать. Вот, вот сделали бы там вот наглухо вот такого цвета. И все. Наряжен под стать хитрой разведчице. Хитрой разведчице. Ларри Стоун. Так. Что ебал у него больно знакомая, блядь. Всю дорогу шутит и травит байк. Да ебал на его, посмотрите. Какие он шутки шутит, блядь. Это анекдоты из чата Дезертода, блядь? Или что я понять не могу? У него лицо злое, блядь. Во-первых, с таким лицом ему никто денег не даст. Это первое, блядь. Второе. Какие шутки он может шутить? Посмотрите, какой он, блядь, злой. Но в любую секунду готов открыть огонь из... Невероятно приятный зеленый цвет. Безумно приятный. Но вот это, блядь, это просто что-то... Но это еще при рендер, оно в игре так не будет выглядеть. Это, знаете, такая зеленка, блядь, которую пытались стереть. Хороший цвет. Вот лучше бы они полностью наглухо его вот таким вот сделали бы. А не вот эту хуйню песочную опять. М5Y. Снаряженного на все случаи. Снаряженного грунтозацепами, в принципе. Дальше мы уже устали 3D-стиль делать и забили хуй. И жизни. Каждый из трех глав вы сможете получить героя. 3D-стиль для его машины. Так, 3D-стиль. Ну, вот это ладно, я бы еще 3D назвал. Ну, вот это с натяжкой. Но вот это я бы 3D не назвал бы стилем. Ну, слушайте, хоть пушку, блядь, поставили адекватную, блядь. Они 120 миллиметров. Вот, хотя, возможно, она просто стоковая, поэтому они ее поставили. И множество других ценных наград, включая экспериментальное оборудование. Так, смотрим, ценные награды. Каску дадут. И, о, это, кстати, сварочник, этот, ебаный рот, блядь. Столько лет уже прошло. Там пропан, если я не ошибаюсь. И кислород. Не кислород, как оно, блядь. Ну, вы поняли, я такой вот хуятиный серебришка паял, блядь. Вот такую хуйню занимал. Ну, неважно. Так, значит, дадут банку с кровью. Три штуки. Три каски зеленые. И, следовательно, сварочник. Дадут фотографию, не знаю, видимо, это дед разработчика, блядь. Вот. Голду дадут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь голды дадут. Восемь серебра. Гаишный ключ с листком. Мультифлаг. Мультифлаг. Вот. Италия. Советский Союз. Швеция, значит, и Великобритания. Угу. Так, значит, значит, получается, дадут оборудование. Да, сука. Трех обезьян дадут. Дадут хуйню. Наконец-то можно будет что-нибудь ненужное сломать, чтобы что-нибудь получить нужное. Значит, стрелку дадут. Это, видимо, нахуй, нахуй идти сюда. Да, дадут венок. Это, видимо, если ты прошел весь боевой пропуск, то, ну, как бы вы поняли, что с вами будет. Дадут розовое оборудование, которое вы опять будете настраивать за 9 миллионов. Это они хорошо придумали, конечно. Вот. Дадут рацию, сука. Боны дадут. Книжку дадут. Вопрос дадут. Знак. Загадочник. И еще какую-то хуйню. Ясно. И жетоны боевого пропуска. Жетоны дадут еще. Они позволят заполучить один из редких танков 9. Вот ценообразование. Политика ценообразования просто прекрасна в этой игре. Это молодцы. Это хорошо они сделали. Молодцы. Вот последний доберем. Последняя акционка из игры. У меня ее нету. И отметок нету. Возьмем. Обязательно будем делать. ...это уровня. Лучше потратьте все свои жетоны до 20 декабря. Потому что этот сезон... Дожить бы еще до 20 декабря. ...последний в году. Обалдеть. А коллекции позволят получить еще больше жетонов... Ух ты. ...и узнать, что случилось в мирном на самом деле. Блядь. А такой вопрос. А я не играл в мирный в предыдущий. Будет для меня кино? Краткий экскурс, блядь. Я не играл в предыдущий мирный. Я его не проходил. Я его не проходил. Я не знаю, что там, блядь. Для меня будет предыстория? Дополнительный набор также поможет вам стать... Нори. Хуй знает, что это. ...частью этой истории цепочка задач в наборе позволит быстро пройти... ...сезон. Получить новый. Редкий 2... Самое забавное, что этот стиль простой, как два пальца. Вот, обоссать. Но, сука, он же ничего. Знаете, как медяшка... Блядь. Короче, патинированная медяшка, расцарапанная, блядь, шилом, нахуй, поняли, да? Вот идея простая, реализация ничего, кстати. Ну, то есть, понятно, делать нищий стиль. Его двухлетний ребенок даже, блядь, нарисует. Но ничего выглядит, на самом деле, ничего. ...стиль и надежду. Надежду дадут, блядь? Ну, у нее лицо такое, блядь, как будто по-на девственница. То есть, блядь, нахуй мне такая надежда нужна, блядь. То есть, посмотрите на нее. Это миссионерская, как бы, поза и все. И больше ничего. Нет. Меняйте, мне не нравится. В вашем танке. Собственной персоной. Собственной персоной. Связь с научной группой потеряна. Связь потеряна, ребят. Стоун, фохт, ласточкина. Что же с вами случилось? Да. Алло. Куда ты звонишь, сынок, блядь? Я соплю разбить, что ли? Куда ты звонишь, блядь? Да, мы разберемся и все узнаем. А, че текст не совпадает? На англосаксском базаре, да? Ясно. А формат ей не великовато? Мне кажется, великовато. На размерчик меньше надо, блядь. Че-то пиджачок-то великоват, ёб ты. Ну и че-то смотришь. Кто, блядь? Понятно, хуйня, удаляйте за лупу, блядь. Не играйте в это. Хуй-то мне не понравилось. Надо все, нахуй, переделать. Все ясно. Здравствуйте, Светлана. Все ясно. субтитры, плачу, плачу. Продолжение следует...